здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас следующий вопрос что значит искушать бога чем это грозит человеку который это делает этот вопрос как раз дает нам возможность ответить на него непосредственно словами священного писания евангелие от матфея 4 глава искушение христа от дьявола это с 5 стиха например потом берет его дьявол речью это бы иисусе в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему если ты сын божий бросься вниз ибо написано ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя да не предкнешься а камень ногою твоею иисус сказал ему написано также не искушай господа бога твоего вот на этом примере лучше всего видно что такое искушение бога вообще слово искушение оно искус оно не носит вот в нашей православной такой традиции простой что называется православной традиции слово искушение но есть очень негативный характер вот человек там не знаю ногой а камень приткнется там стукнется ух искушение или там что-нибудь такое с ним произойдет ух искушение то есть вот это слово часто вот в таком православном обиходе употребляется как какое-то полубранное что ли одно из слов на как это же экспрессивные лексики вот хотя на самом деле слово искус или искушение значит буквально проверка то есть не искушай господа бога твоего это значит не проверяй господа бога твоего не дерзай проверить его любовь к тебе что предлагает дьявол иисус он предлагает ему броситься вниз с десятого этажа условно говоря потому что ну как если ты господь если ты любишь меня если я сын божий вот в такой логике как бы предлагал иисусу думать дьявол то ты не разобьешься господь не позволит тебе разбиться ничего плохого с тобой не случится потому что как написано на руках возмут тяда никогда приткнешь я камень ногою твоею если по-славянски читать текст который мы часто слышим в храме на богослужении господь отвечает да не искушай не дерзай проверять таким образом любовь господа бога твоего что это значит в нашей простой обычной жизни есть такая хорошая поговорка на бога надейся а сам не плашай вот эта надежда на бога когда мы сами не делаем то что мы должны или могли бы сделать является собственно в обычной жизни таким искушением когда мы как бы проверяем любовь божию ну перебегаем дорогу на красный свет например да перед идущей машиной тем самым безусловно искушаем любовь божию так что вот ну мы же богом храним знаете один современный замечательный архиерей регулярно в конце своей проповеди завершает ее словами будьте богом хранимы мне так это нравится это редко употребляемая формулировка в проповедях и вообще вот в такой именно последовательности слов она очень как-то меня каждый раз когда я слышу его проповеди она приободряет и укрепляет будьте богом хранимы господь действительно хранит нас но каждый раз когда мы пренебрегаем не знаю правилами безопасности когда мы не делаем то что мы должны делать мы тем самым открываем пространство для того чтобы господь который несомненно никогда и ни на кого не обижается и никогда не захочет нам отомстить например за что-нибудь но который непременно нас вразумит и потому что ему он же отец наш и как любящий отец ему важно чтобы мы в конечном счете не только любили его не только надеялись на него не только пришли к нему на чтобы мы выросли и научились ходить самостоятельно и он несомненно проявит свою любовь к нам тем что позволит нам опоздать на работу или на службу если мы не поставили будильник а сказали перед сном господи разбуди меня вовремя не буду ставить будильник или господи вот ты же сказал в евангелии своем посмотрите на птиц небесных они не сеют не жнут не собирают в житнице отец наш небесный кормит их вы лучше многих малых птиц не буду сеять жать собирать житницу не пойду на работу господи прокорми меня сам ты же сказал что я лучше многих малых птиц несомненно это будет искушением господа потому что эти слова например аптисных небесных вовсе не значат что мы не должны сеять и лежать мы не должны полагаться только на самих себя и поэтому конечно вот в этом примере например с работой поставив будильник необходимо совершить крестное знамение и сказать господи пусть я проснусь завтра вовремя и вообще помоги мне сделать так чтобы завтра у меня все было хорошо чтобы я нигде не опоздал чтобы все запланированное состоялось чтобы все встречи были для пользы душевной и телесной а я со своей стороны и будильник поставлю и зубы почищу не буду надеяться как некоторые что зубы грешников сокрушил если написано же я постараюсь не грешить и не буду ходить к врачу и будут у меня хорошие зубы вот скорее всего не будут потому что нехождение к врачу когда он есть является искушением господа бога и вот так во всем на бога надейся а сам не плашай не искушай господа бога твоего не надейся на чудо там где ты можешь сделать что-то сам а нам нас всех храни господь будьте богом хранимы внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...